Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро книга «Теней как вверху» первый том на такую тему. Три совета на ближайшее будущее вам по трем сферам. Это финансы, это здоровье и это личная жизнь. Три совета от высших сил. Это стопроцентное гадание. Почему? Потому что вы из многочисленных видео выбираете, допустим, моё видео и слушаете какие-то советы спонтанные, которые вам дают высшие силы, на что обратить внимание, как себя повести. И, естественно, это работает на 100%. За это не нужно платить, нужно просто посмотреть внимательно и принять к сведению. У нас с вами будет 6 позиций по 3 карты. Первая карта – это совет от высших сил по финансам для вас. Вторая карта – совет от высших сил к вам по здоровью. И третья карта – совет от высших сил по личной жизни. На ближайшее будущее. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идёт не на месяц и вперёд. Сейчас идёт запись на в среду, четверг и пятницу. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я вам обязательно отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть всё для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь и пишите. Также приглашаю вас на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от луны не зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения и многие-многие другие. Все они делаются только после диагностики. Также заряжаю для вас талисманы из янтаря и другого камня, славянские амулеты, браслеты. И, естественно, вы достигнете любой своей цели, получив такой талисман. Талисман заряжается по вашему фото и отправляется вам почтой России. Итак, первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая позиции. Три совета от высших сил по финансам, по здоровью и по личной жизни на ближайшее будущее. И начнём. Для тех, кто выбрал самую первую позицию. Первый совет от высших сил у нас карта сила. Это для вашей финансовой жизни. Второй совет от высших сил это у нас дева огня. Это для вашего здоровья. И третий совет от высших сил это по личной жизни элементарь воздуха выпал. три замечательные, интересные, загадочные карты для вас. Ну и что вам хотят сказать высшие силы по первой карте, по карте сила. Это у нас совет по финансам. Такой совет по финансам идёт. Нужно больше себя развивать. Нужно развивать свои таланты. Нужно показывать свою разносторонность, свою интеллектуальность окружающим, свою конкурентоспособность. Нужно показать свои умения, свой профессионализм на работе. Почему? Потому что начальство вас увидит, вас заметят. Если у вас свой бизнес какой-то, то вас заметят покупатели или какие-то потребители ваших услуг. И естественно у вас пойдут денежки. То есть как сейчас расширить финансовые каналы, как сделать так, чтобы они работали. Нужно показывать себя. Нужно развивать себя. Нужно добавлять каких-то умений и навыков, чтобы быть не просто наравне со всеми, а выше других в чём-то. Также карта показывает, что можно применять финансовые ритуалы на деньги. Это очень важно, потому что они убирают блокировки с финансовых каналов, с денежных каналов. Можно самой или самому читать даже заговоры на деньги, чтобы вам денежки текли рекой. Карта очень интересная, загадочная. Она показывает действительно поток магии, как будто бы в вашу жизнь. Но более того, самое важное здесь – это раскрыть свои таланты, их показать людям. Показать, насколько вы умеете, насколько вы знаете. И как только вы покажете, вас оценят, вам заплатят, вам начнут платить больше. Если ищете работу, карта говорит о том, что вы обязательно найдёте, главное – показать себя опять же. Не стесняйтесь показывать то, что вы умеете. Не стесняйтесь показывать свой профессионализм какой-то. Это сейчас самое главное – действовать и быть действительно лучше, может быть, многих окружающих. А ведь у вас есть к этому способность. Вы очень талантливый, разносторонний, интересный человек. И, скорее всего, вы профессионал в каком-то деле. Скорее всего, что-то вы очень хорошо умеете. Вот такой первый ответ. Это по финансам, по здоровью. Совет от высших сил для вас по здоровью. Это вышла карта Дева Огня. Посмотрите, какая она красивая. В этой колоде это Дева Огня. Карты Двора здесь наиболее важны. В этой колоде они действительно играют большую роль, может быть, больше, чем старшие Арканы. Потому что они хранят стихии. Это элементали стихий. То есть мы вот здесь даже самые главные ещё увидели элементаль воздуха, по стихии воздуха. А здесь мы видим Деву Огня. И мы понимаем по здоровью, что, возможно, ваш иммунитет в ближайшем будущем будет сражаться с чем-то, да, с нападением. Это может быть инфекция, это может быть вирус. Кто-то заразный рядом. И карта вас предупреждает. Ваш иммунитет будет пытаться это всё сжечь. Может начаться даже температура. Поэтому предохранитесь прямо сразу. Постарайтесь каким-то образом взять себя в руки, не паниковать, а принять, допустим, сейчас сразу какие-то противовирусные, для того, чтобы профилактику провести, да, или как-то, ну, расставлять дома лук, чеснок, может быть, нарезанный на тарелочки, лимоны, эфирное масло, апельсина, сосны. Зажигать даже можно на рабочем месте, в аромалампу, если сотрудники не против. Также очень хорошо помогает, если вы будете употреблять аскорбиновую кислоту и так далее. То есть карта Дева Огня, она всегда показывает, то, что ваш организм начинает сжечь что-то, с чем-то бороться. Поднимается иммунитет на защиту организма. Вот об этом предупреждают вас высшие силы. И теперь по личной жизни очень важная карта. Элементаль воздуха – это одна из наиважнейших вообще карт, которые есть в колоде по стихиям, да, в стихии воздуха – это самая важная карта. Эта карта даёт вам свежий взгляд на ваши личные отношения с кем-то или на вашу личную жизнь, даже если вы одинокий человек. Вы посмотрите свежим взглядом на свою личную жизнь. Эта карта позволяет догнать ускользающие знания, решить какие-то задачи, сделать все понятия более объёмными, рассмотреть ситуацию с разных сторон. Вот вам нужно сесть и очень объективно взглянуть трезвым взглядом, именно трезвым, потому что это элементаль воздуха, на свою личную жизнь, включить больше логики, разума, здравого смысла. Может быть, рядом с вами какой-то человек, который уже напрямую делает что-то, да, неправильная в вашу сторону. А вы как будто вот у вас пелена на глазах, вы не видите. И карта вам говорит «Открой свои глаза». Вот посмотрите, открой свои глаза и посмотри внутрь этого человека именно трезвым взглядом, взвешивай всё. Имей холодную голову, ум включи, а не сердце, потому что сейчас в личной жизни не сердцем надо, умом именно рассуждать. И также карта понимает, показывает вам понимание того, что вот смотрите, как только вы включите ум, включите разум, включите логику, вы сразу же поймёте, вот понимание она показывает, да, что, кто перед вами стоит, какой это человек, что он делает против вас, что он делает неправильно. И вы сразу же осознайте, как вам действовать. Потому что, может, вы даёте вытирать из себя ноги, например. Может, ещё что-то, да. И карта сразу же вас предупреждает. Ну, не делай этого, посмотри трезво, что-то человек там может пользоваться, да, и так далее. Вот такая вот первая позиция. Вторая позиция. По финансам тройка огня, по здоровью единица воздуха и по личной жизни императрица выпала. Советы, советы для вас. Смотрите, по финансам у нас выпала троечка огня. И мы здесь отлично начинаем понимать, да, что всё не просто так, что мы сталкиваемся с... Ну, вот эта карта, она называется Венера, да. Мы же видим тут богиню Венеру на карте. И мы понимаем, что мы сталкиваемся на работе, может быть, слишком личным чем-то. То есть совет у вас по работе, по финансам, что идёт слишком много привязки личной заинтересованности в финансах и в работе. Может быть, вмешивается ваша личная жизнь в работу, да. Может вам... Может, кто-то у вас любимый на работе, с кем-то там шашник крутите. Может быть, такое, что вы очень творческий человек, который обладает очень большими талантами, к искусству всех видов, да. И у вас получается такая заинтересованность в вашей деятельности. Вот как будто бы вы в ней не просто работаете, не просто заняты, а вы в ней живёте. Это очень важно для вас. И эта важность, она как бы... Ну, преувеличена, что ли, для вас. Карта показывает, что не стоит идеализировать какой-то момент. Относитесь проще к вашей работе, к вашим финансам. Может быть, вы слишком впарились, знаете, вот когда человек держит прям за вожей ситуацию. Там, я хочу стать знаменитым, я хочу стать знаменитым, я хочу стать богатым. Или я хочу... Идея фикс, да, пройти по карьерной лестнице. Я дышу этой работой, я люблю эту работу. Я там, да, я все силы вкладываю, живу на ней. Не могу прям представить себя без этой работы. И карта вам говорит, что, ну, не надо такого значимости, да, накручивать на эту работу, на свою занятость. Не надо столько преувеличения. Она говорит о том, что, да, любите, но спокойно. Да, притягивайте клиентов, там, допустим, или денежки в эту работу, да, какие-то финансы. Но это делайте без привязки, что не получится и не получится. Не надо страдать из-за этого. Карта просит вас отпустить что-то в этой работе важное для вас, как бы, как будто вы ей прям дышите, да. Попробуйте убрать эту важность, и все пойдет как по маслу, и деньги потекут к вам рекой. Самое-то интересное. По поводу здоровья. У нас единичка воздуха выпала. Вообще воздух, это мазь такая, она всегда говорит о том, что нужно как можно больше мозгов включать, да, ума, логических цепочек. И мы понимаем здесь, что вот у вас сны падают, да, вот эта единица воздуха, это карта снов, вот посмотрите на нее. И вы, возможно, не понимаете головой, что вот в первую очередь на что намекает карта, какой совет она дает высшей силы, какой совет дает, это больше спать. То есть вы как будто умом не понимаете, что вы не досыпаете, не рассчитываете время, не считаете, сколько вы спите в сутки. Вот это первое, на что она намекает. Также карта говорит о том, что возможно, возможно, вы с вами пытаются вступить в контакт высшие силы через ваш сон. Почему это выпало на здоровье? Потому что вам хотят через какие-то знаки во сне или как-то подсказать что-то, а вы как будто бы не слышите в данный момент. Включите, опять же, здравый смысл, ум, да? Постарайтесь воспринять информацию, включить свою антенну, услышать через свои сны какие-то знаки от высших сил. Но отдыха здесь явно человеку не хватает. Ему нужно больше спать, отдыхать, проводить время не в постели. Возможно, вы забегались. А может быть, даже если вам кажется, что нет, то вы просто об этом как бы не задумываетесь, потому что воздух – это стихия ума. Что мы видим по поводу императрицы? Ну, в первую очередь, она показывает, может, некоторый любовный треугольник в отношениях. Но тут же она дает вам совет, да? То, что вы являетесь наиважнейшим лицом в жизни человека, который рядом с вами. То есть, ну, допустим, вы замужем, или вы с кем-то ведете очень серьезные отношения, и даже если кто-то в них вмешивается, вы являетесь основным лицом. Самой любимой, самой желанной, самой хорошей женщиной. Или если мужчина гадает, то вы для нее основной мужчина, самый важный, самый нужный. Но при этом кто-то в отношениях может вмешиваться, кто-то строит козни, кто-то заинтересован в вашей второй половине. И постарайтесь дать либо отпор, либо показать свое яда, свой контроль над окружающим миром. Что еще могу сказать здесь? Если вы человек одинокий, то карта явно показывает объединение с кем-то. Оглянитесь вокруг себя. Вы, возможно, не замечаете, что кто-то проявляет к вам интерес. Вот такие советы по второй позиции. Позиция номер 3. Мы здесь видим по финансам совет десятка огня. По здоровью двойка воды совет. И по любви аркан император, четвертый аркан. Что мы можем здесь сказать по финансам? По финансам постарайтесь... Вот смотрите, десятка огня, она вообще классная такая карта. Она говорит о том, что у вас скоро все исполнится. И вам потекут денежки рекой. Более того, вы продвинетесь по карьерной лестнице. И вот карта это означает звезды. А звезды, они в ночном небе всегда очень много для людей значат. И мы как бы посылаем к ним свои желания. Особенно вот у Дима Зеланды это все просматривается очень хорошо. И по ним ориентируемся как-то. И вот эта карта десятка огня, она вам дает совет. Просто пошлите свое желание во Вселенную. И оно обязательно исполнится. Вы как будто бы на пороге с бычей какой-то мечты. Вы на пороге либо поднятия по карьерной лестнице, либо развития бизнеса, либо устройства на работу, если вы ищете, реализации себя. И у вас как будто бы настолько хорошо работают денежные каналы, даже судя по тройке карт. И судя по этой карте, что вам ничего не препятствует для того, чтобы в будущем только увеличивать свой финансовый поток. Что же у нас показывает двойка кубков по здоровью? Какой совет по здоровью она дает? В первую очередь для того, чтобы быть здоровым. Ну, это вообще любовь богиня Афродита, да, вот и все такое прочее в этой карте. Карта говорит о том, что вам не нужно переживать из-за личной жизни. А мужчина-то у вас строгий, да, какой-то. Если мужчины нет, или там мужчина гадает, женщины нет, одинокий человек, то император говорит всегда о чем? О том, что нужно раскрывать свое сердце окружающим людям, и обязательно обретете пару. Двойка же воды говорит о том, что если у вас в личной жизни все наладится, здоровье ваше будет в любом случае хорошим. Если вы не будете в личной жизни переживать, трепать нервы, вы будете абсолютно здоровы. Какой совет вам дает двойка кубков? Она говорит, объединяйтесь, будьте в гармоничном союзе, не переживайте, не распаляйтесь, да, на то, чтобы переживать из-за чьей-то, допустим, строгости или еще как-то, или из-за своего одиночества, если вы одиноки. Постарайтесь больше гармонизировать себя в личной жизни, и вы будете идеально здоровы. Император по личной жизни, как раз таки, он дает такой совет. Нужно, если вы в паре, особенно если гадает женщина, и у нее есть строгий мужчина, либо муж, либо брутальный партнер, либо человек-лидер, да, по натуре рядом, постарайтесь понять, что, да, этот человек в чем-то закрытый, в чем-то он слишком горделивый, но будьте противоположностью этого человека, станьте более стабильны, уравновешены, с одной стороны, да, возьмите его эти качества, а с другой стороны, более теплые, к окружающим и к нему тоже, покажите любовь, и человек заразится этой любовью. Если же около вас никого нет, то могу сказать здесь, что вы обретете, как будто бы скоро кого-то в своей жизни, очень основательного. Если мужчина гадает, ну, раскрывайте окружающим свое сердце и любимой женщине в том числе. Вот такая третья позиция. Позиция номер 4. Совет по финансам, шестерка воздуха, совет по здоровью, мать воды, и совет по личной жизни, колесница. Мы здесь совершенно точно понимаем, что по шестерке воздуха вы человек, который, возможно, в финансовой жизни застрял, то есть имеет финансовые проблемы или трудности в работе или в нахождении работы. Карта, в первую очередь, что вам может сказать здесь, да, что вы как-то засиделись, чего-то не видите, не слышите, как будто бы не хотите чего-то, ну, понимать, что ли, осознать из окружающего мира. И карта вас просит, найдите людей, которые вам помогут, иначе вы застрянете. Буквально выходите на коммуникации, общайтесь с людьми, ищите контакты, просите помощи у родных, у близких, у друзей, может быть, даже у незнакомых людей. И вы обязательно эту помощь получите. Потому что вот так без помощи одному вам не справиться. В финансах, в работе у вас есть проблемы. И пока вы этой помощи не попросите, вы не справитесь. Вот такой совет вам дают высшие силы по финансам. По здоровью мы видим мать воды. Мать воды всегда говорит о том, что, возможно, вы страдаете некоторым неврозом или истериками. Также это может быть депрессивное состояние. И она вас просит больше контролировать свои эмоции, пропить успокоительные, постараться не промокать, а то вы простынете, если в ближайшем будущем будете промокать под дождем. Также она вам советует закрыть глаза и пить успокоительные, потому что очень многие люди, страдающие неврозом, не пьют успокоительные принципиально, а страдают и всё глубже погружаются в область невроза, из которой потом очень сложно вытаскиваться даже с помощью психиатров. У вас явно самая большая проблема – это нервы и бесконтрольность эмоций, от чего, вероятно, и финансовая жизнь идёт под откос. Также по поводу колесниц. Смотрите, возможно, вам нужно куда-то поехать для того, чтобы наладить личную жизнь. Дорога лежит, да? Какие-то движения, преобразования, какая-то целеустремлённость идёт. Добивайтесь как будто бы цели, действуйте, да? Карта вам говорит колесница. Возможно, с кем-то у вас застряли отношения, появилась апатия, и вы довольно пассивны. Карта говорит, нет, нужно действовать сейчас. Сейчас нужно активизироваться. Если вам нужно куда-то поехать для того, чтобы устроить свою личную жизнь, езжайте. Если вы человек одинокий, съездите в поездку, в отпуск или в какой-то другой город, чтобы познакомиться. И вы обязательно познакомитесь, обретёте пару. Карта явно говорит о сильных движениях вперёд, о том, чтобы добиваться своих целей в будущем, о том, чтобы рваться к своей цели, несмотря ни на что. Если у вас какие-то сложные отношения, постарайтесь их не бросать, а наоборот идти к своей цели на пролом. Вот такой совет вам дали карты по четвёртой позиции.